Девушки отдыхают 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 Он приехал, там Шумиха, потом Марина крикнула, Петра, идите сюда, в день стал Бог. Ну вот я пришла, потом муж зашел, ну и дальше там была Катавасия. Ну вот Шумиха, Катавасия, не совсем понятно, о чем идет речь. Ну вот смотри, он приехал с целью, чтобы она была в заявлении на пельмяк. Вам кто эту цель озвучил? Это Марина. Вот в этой катавасе Маришка мне сказала, что это или я заберу ребенка. И все. И здесь это самое, мы спокойно, аккуратно, крик, чоп, мы молодой человек. Сергей, вам что, плохо? Пожалуйста, оставьте территорию. Оставил территорию? Этот человек пока шел, ребенок кричит, он пока шел до колитки туда-сюда. Ребенка я уже пока не знаю. Тихо. Вот этот молодой человек, который в пиджаке, он спокойно себя вел. Да, он, я говорю, вы оставьте, пожалуйста, территорию, чтобы ничего не было, не произошло. И не делайте так, чтобы была катавасе какая-то или не провоцируйте Сергея Ивановича. Ему действительно стало плохо и все. Он ближе к колитке к колитке. При выходе из колитки, этот молодой человек говорит, ну документы типа того, я все слышала. Марина говорит, ну документы все собрали, приготовили. Давайте мирным путем. Я говорю, какой мирный путь? Вы товарища своего убедите, он у вас не уравновешен неврологически и психически. Вы видите, пожалуйста, когда вы? Я всю жизнь проработала в аптеке при близкой больнице. Просто. Нет, но вы так сейчас подтверждаете, как врач и психиатр, по меньшей мере. Мое мнение, просто я, поймите, всю жизнь в аптеке я проработала, сколько народом общалась. Вот, муж у меня учитель. Вот, и поэтому просто вот, он неврологически, говорю, у вас неустойчив, выведите его спокойно, заграну. Мы ближе к колитке подходим. Этот товарищ начинает с Мариной еще разговаривать, типа того, что мирно разговаривайте, договоритесь о встрече, типа того, как будет с ребенком общаться. При выходе из калитки молодой человек, вышел только за калитку, как орлом накинулся, в верхней полке на меня. Ты вообще что сюда припёрлась? Извините, он не лидит первый раз, прям матери, короче. Ты что сюда припёрлась? Иди отсюда, иди. Я к сыну приехал, а ты что сюда пришла? Я вообще была ошеломлена. Таким, впервые видит меня молодой человек. И вот так, знаете, это вообще. Он вам пояснил, что к сыну приехал? Да, он сказал, я типа того, что туда припёрлась, он к сыну приехал, а я должна оттуда. Понятно, а вот что вам известно? Были ли какие-то, вот до мая месяца попытки общения с Таниславом Валерьевичем сыном? Может быть, что-то Марина говорила, какие-то там вещи, подарки, деньги какие-то перечислял? Ну, она говорила, что он приезжал. Ну, как-то раз я его видела, что он приезжал. Видели до этого. А в каком месяце, можете припомнить? Так, ну, это в мае-то это у них. Вот это произошло, все. Ну, до мая это было? До мая. До мая. До мая. До мая, да. Вот, поясните, пожалуйста. Какие-то у них странные отношения. Ну, это не нам судить о характере их отношений. Вы, пожалуйста, чётко отвечайте на поставленные вопросы. Значит, видели Станислава Валерьевича до мая месяца ещё. После мая месяца, после вот этих конфликтных отношений. Видели? Не видели. Спасибо. Вопросы стороны заявившей ходатайства, уважаемые мусорицы. Зависима, а когда приезжал в мае месяце, да, Станислава Валерьевича, какие-то угрозы, мы же не слышали обрывки фраз, что он угрожал какими-то фразами, именно по адресам, может быть, ребёнка, родителей, Марина Сергеевна конкретно. Кстати, он в гневе себя плохо контролирует, да? Он кричал, и на неё кричал. Ой, как же он сказал-то? Нет, не уже. Ну, может быть, он указывал... Так, снимаю данный вопрос, наводящие вопросы не задаём, задаём чёткий вопрос, получаем чёткие ответы. Да, то есть физически, может быть, вы там видели, либо на марине следы какие-то при конфликте. Она ребёнка на руках держала, вот он её как схватил сначала, как-то так получилось, и потом её при нас тоже при нас оскорблял. Угрозы какие-то в адресах, а ребёнок при этом плакал? Да, ребёнок плакал. У него явно... Вот эта ситуация, видимо, была, да? Ну, вообще такая жуткая история. Я никогда так не желаю. Он... Слово «Казахстан» вы слышали? Что он улезёт... Я снимаю данный вопрос как наводящий. Хорошо. Есть ещё вопросы как-то? Нет вопроса. Спасибо, уважаемая противная сторона. Спасибо. Скажите, пожалуйста, я проакципировал ваши слова, как вы сказали, от Авася Шумиха происходила до приезда отца Марины Сергеевны. Шум был... Нет. Шум был громкая, громкие разговоры и шум был. То есть Марина разговаривала... А можете суду сказать от чудо? Какие разговоры были? Слова, может, слышали громкие до приезда отца Марины? До приезда отца? Ну, я специально это не подслушивала. Но громкий разговор, вот именно что, типа... Ну, типа скандалы, или как он наезжал что-то на неё, или я не знаю. Вот такое. И почему я обратила внимание, что громкий разговор это не просто... Хорошо, услышал. Скажите, пожалуйста, когда вы через забор вот так подглядывали, Котовася, Шумиха там, Станислав Валерьевич, где находился? Они находились прямо у них, вот как из дома выходишь, дверь вот тут, вот тут на этой площадке они... А ребёнок и Марина Сергеевна где находились? Вот он был там, и она была с ребёнком там. То есть ребёнок у неё был? Да, да. Вот тут у неё был... Мы подсказываемся, я не подсказываюсь. Они были вот тут, вот на этой площадке. То есть ребёнок не брал, да? Ребёнок был с ними, да? А ребёнок-то что делал, спрашивают представители. Помните, не помните? Вы рассказываете так, как помните. Не смотрите на сторону, вы рассказываете. Вот повторю, когда вы услышали шумиха Котовася, вы заглянули там, вы смотрите. Громкий разговор, шум. Обстоятельства, что вы видели? Немного погодя, у Моришки ребёнок был на руках. А то погодя, не погодя. Ну, сначала-то я не знаю. Это вы видели, смотрели, говорите. Это я, когда я услышала шум, вот, шум услышала, и уже ребёнок был на руках. А потом, получается, ребёнок слез с рук и начали играться. Так, получается? А вы сейчас говорили, что они вместе находились, ребёнок игрался. Они сидели рядом. Ну, как вам сказать-то? Ну, вот как помните, так и говорите. Затрудняетесь, фантазировать не нужно. Если затрудняетесь ответить на вопрос, так и говорите. Не помню, прошло много времени. Ну, я тут точно не помню, начало-то это самое. Точно не помните? Спасибо. Продолжайте вопросы. Скажите, пожалуйста, после того, когда вы решили позвонить отцу, Марина Сергеевна, отец приехал, когда он вышел с машины, вы видели, или когда он зашёл в ограду, вы увидели отца, как он приехал? Не видела, просто когда он уже приехал, Марина оприкнула. Когда уже ему плохо было, вы говорили, сегодня на свидание, да? Да. Скажите... У нас сначала там не было. Потом Марина оприкнула, потом я зашла, а потом он уже ушёл. Скажите, какие-то муко-прикладства, может, физические, как-то в отношении Марина Сергеевна, действия были со стороны Лосеевича? Вот он за руку её схватил, ребёнок... Я про отца говорю сейчас. Выражаясь бытовым языком, что он бил, издевал, кидался на отца? Нет, конкретно одни какого-то, не было, но он провоцировал. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы помните, да, чётко, что вы сказали, когда... А вы помните, слышали разговор, о чём у нас речь шла с Мариной Сергеевной? Когда уже начали выходить? Ребёнок был у меня на руках, выяснили разговор о том, чтобы вы нервным методом это сделали, чтобы договорились по встрече. Ваши личные слова я слышала, да, потому что потихонечку мы его ближе к дверям отодвигали, потому что... Всё хорошо услышал, вопросов нет, Владимир. Нет больше вопросов свидетелей? Считаете возможным отпустить свидетелей? Уважаемые, честно, вопросов. Спасибо, уважаемые свидетели, можете быть свободны. Так, кто-то ещё есть с вашей стороны? Нет, кто-то ещё есть с вашей стороны? С нашей стороны. Допрос свидетеля со стороны... Спасибо. Спасибо.